привет привет сегодня видео будет покажу из остатков что я все-таки надумала вязать показывая три ниточки покажу что у меня получается что не получается не расскажу что я в плане остатков я решила все-таки как так на контроль это держать а именно я прикупила весы электронные и журнал заведу журнале буду писать что и какую пряжу купила и что из нее я связала либо буду писать просто по хронологии связала тут это то 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 и у меня там в процессе от минусовалась такой столько-то грамм и такая-то такой-то метраж и буду понимать что из этой пряжи можно связать и что нет такая над зима ну вот собственно то что я вяжу вот моя пряжа у меня намотала вот в три ниточки затем вот она лиза симли с блеском и в четыре нитки зеленая такая какой-то лесной мох вот красивая такая нитка очень нам не нравится но осталось шесть маленьких маточков на что ее хватит непонятно мне значит расскажу по самому свитеру я захотела круглую кокетку по сути никогда не вязала и и вот на круглая кокетка это из остатков это уже третий вариант даже каждый раз я первый раз я не дошла до подрезов а второе вот третье как видите я уже даже провязала довольно много даже после подрезов и распускать я буду объясню в чем проблема значит все мне нравится как сидит по горловине горловина мне очень нравится она не не узкая не широкая сильно она такая она далеко от горла но тем не менее белье видно не будет хорошо все сделано и глубокий вырез тут это мне нравится значит делала я прибавки по классике то есть три уровня в процентном соотношении самой активно это верхняя прибавка ну и дальше уже по слабее и когда я одела мне это все не понравилось потому что по груди и рукавам отлично спина вся пустая там просто вот так вот все вот так я переделала сделала прибавки то есть я сориентировалась решила что это из-за того что мне наверное не подходят такие прибавки в 33 уровня только мне надо больше разбить я разбила больше как в реглане в реглане и в реглане погони у меня таких проблем нету и поэтому я подумала что это именно из-за этого я разбила их на я уже не помню сколько второй раз я разбивала но вот этот последний раз я разбила меня в принципе вот идет эта последняя прибавка идет тут то есть три сантиметра до подреза и от горловины у меня идут прибавки каждой три с половиной четыре сантиметра то есть зависимости от того прибавки делала между рядами при смене цвета поэтому они мне так немножко плавает 36 сантиметров это посчитала и ориентировалась на это роли это я убрала со спины 10 сантиметров на грудь вернее посчитала что мне надо 14 но я побоялась не показала что это слишком уже много я решила как бы 10 попробовать и еще 3 я убрала все припуски на свободное прилегание то есть я решила что может быть еще за счет этого проблемы и вот вот этот результат он все также на мне плохо сидит может быть чуть чуть лучше но все равно на спине видно вот эта рябчь такая я понимаю что после стирки на немножко расправится но все равно там будет это мне так не нравится в общем не знаю посмотрела какие-то отзывы видео другие там кто как что делает многие пишут о том что тоже столкнулись такой проблемой но якобы после стирки она все все исправляется я понимаю что у меня есть такая анатомическая особенность в принципе у меня маленькие плечи и узкая спина но вроде как я на это все отреагировала то есть в 3 3 раз я на все это отреагировала брала вот петли убрала на свободное облегание распределила прибавки вот прямо от горловины почти до проймы тем не менее уже решила что после проймы будут все мои свободы припуски на свободное облегание там уже будут все в подрезах и и дальше уже после подреза поэтому так как мне нравится в принципе вот это сочетание я считаю но очень удачно и вот и и полотно в принципе вот когда нету вот этих прибавочных рядов полотно очень ровно и красиво и видите к сожалению камера немножко искажает цвет все-таки он такой больше это называется лесной мох так он и есть лесной мог и все ровно ложится вот два цвета разных вот 3 то есть там где нет прибавок она очень красиво выглядит я решила что мне надо немножко отдохнуть потому что занималась этим делом больше недели получается неделю точно нитка очень тонкая плюс значит зеленая у меня в четыре нити вот это светло коричневая в три нити получается все время я просматриваю все ли все ли я подхватила и возвращаюсь кое-где вы где может они возвращаются ли не увидела но очень тяжело вязать в принципе из-за этого из-за тонкости из-за того что это в четыре сложения нет никакой скрутки но но вот цветовое сочетание мне очень нравится и подходит я немножко отдохнуть него и возможно я что-то переиграю если я буду еще раз распускать честно говоря я наверное отложу очень жале что не получилось как-то сходу в общем для того чтобы себя как-то морально поддержать что нет все не так плохо мне надо я решила что мне надо как-то что чем-то себя порадовать и я решила сделать покупки опять-таки я уже теперь с весами для контроля остатков вот из журнала для них же остатков я купила пряжу это очень бюджетная пряжа в местном магазине но там есть интернет-магазин ссылку оставлю очень очень бюджетно это мохер 40 процентов мохера так мохер полиакрил полиамид 30 розовый мел называется и я залетела туда с морозом мне показалось что она вообще не колючая когда пришла уже домой конечно не совсем так до стирки после стирки большая разница жесткая такая нитка вроде жесткая прямо после стирки совсем другое дело и даже то что тут вот такие неровные петли получается с такими мне мне это нравится я пробовала несколько узоров и мохер это в основном ажурные узоры предполагается нет вожу но я очень небольшой любитель ажура то есть мне нравится что он сейчас используется где-то фрагментарно там только рукава только кокетка я небольшой любитель скажем так ажуром хотя почему не он смотрится на хире он смотрится красиво вот я еще попробовала вот этот жемчужный узор он хорошо тут смотрится на этот это я не стирала вот жесткость еще есть я пробовала разные узоры ничего мне по сути не понравилось как лежит ниткой и небольшие такие козы как бы переплетение пробовала мне нравится в глади и я сначала как бы решила для чего покупала собственно покупала для французской кофточки но когда избитый уже узор который все уже перевязали мне не хотелось и смотрела какие-то другие узоры я поняла что они не хочу французской небольшой любитель этих ажуров что мне делать я решила что и тем более мне очень нравится как она смотрится в глади мне вот нравится это неровности к мохеру долго привыкала как то есть вообще вкус очень всю жизнь вообще не рассматривала как пряжу а теперь когда он вошел в мою жизнь я очень полюбила нежной любовью мне мне в принципе нравится вот это неровность такая на изнанке не очень красиво смотрится лицевой глади поэтому я решила что я буду искать для него для мохера какую-то интересную форму может это будет кардиган может это будет свитер что тут из какой-то изюминка в которой можно было бы сочетать допустим обычные какие-то простые такие узоры вот тот же жемчужный резинка некрасиво смотрится даже один на один хорошо смотрится вот платочная вязка и вот тоже чурный мне нравится и очень мне нравится сейчас я попробую выключить свет показать как он вот какой он вот какое мне нравится его цвет он действительно такой розовый мил это какой-то как розовый терракот я бы сказала такой припыленные очень интересный и очень много образцов я перевязала из разных остатков точно это все уходило конечно очень много времени то что я показывала видео то конечно далеко не все ну и все таки я не удержалась вот эта пряжа из которой меня было платье очень мне она нравится я решила все таки вязать шапку я решила что если я ее сделаю с подкладом этой исправить ситуацию с колкостью небольшой такой колкостью есть она тут присутствует причем до стирки ее нету она появляется после стирки то есть вот это ощущение колкости есть и я вот сразу сделала такую штуку для того чтобы мне подцеплять было удобно подклад чего я буду делать подклад не знаю нет к этому после стирки вот она сейчас как-то вроде пружинит и все после стирки на расправляется не держит она особо никаких резинок и наверное подбирать буду я пряжу такую же вот может быть хлопок с акрилом возьму в общем что-то такое возьму покажу если будет что показывать покажу что получилось в общем это камни как это не продуктивная и не информативная неделя я вроде много телодвижений делала занималась и теми другим но все как-то вот впустую получилось ну наверно у всех бывают какие-то моменты когда все получаются бывают когда нет у меня видимо вот такая неделя было надо ли такие видео которые в общем-то рассказывают о том что не получилось и чем чем вообще занималась интересно ли это такой формат а вам желаю конечно другой неделе хорошей интересной и чтобы у вас непременно все ваши задумки все получалось такое не информативное сегодня видео надеюсь дальше буду показывать уже готовые работы сегодня пока так надеюсь на вашу поддержку в виде комментариев подписок и пальчиком вверх до новых встреч